13.05 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. И свое особое мнение сегодня высказывает главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар» Николай Голиков. Коля, добрый день. Добрый день, Светлана. Добрый день, уважаемые слушатели. Всем приятного аппетита. Ну что, приступим. Кстати, про приятный аппетит. Власти готовят новую кампанию по продвижению кировских продуктов. Тебе не может это не понравиться. Акцию «Покупай вятская» ждет ребренд. Цитирую ее на наш же сайт. Теперь она будет называться «Вятские покупают вятская». Вятские покупают вятская. Глазовские покупают глазовскую. Павел Ануфриев заявил. Прежде чем подоплеку всего этого объяснять, как тебе сам слоган? Понимаешь, я изначально и раньше, и сейчас являлся противником разделения России на отдельные региональные рынки. Понимая так, что все мы живем в одной стране, и покупать вятское, удмуртское или там Коми, это не имеет никакого значения для нашего государства. А искусственно, вот за счет таких вот экономически абсолютно необоснованных призывов заставлять людей, принуждать людей, уговаривать людей покупать более дорогие товары, но сделанные у нас, а, например, не более дешевые, но сделанные в республике Мариэлла, это не совсем честно. Потому что если в Мариэлла за счет правильной организации производства научились делать дешевую курятину, почему я должен покупать дорогую кировскую? Первая позиция. А в общем-то она этим и обосновывается, потому что экономически для человека человек должен иметь право выбора и покупать то, что ему нужно, независимо, где это произведено. И что должен чувствовать человек, который вот заходит в магазин в Кировский, здесь у нас в Кирове, видит вот эти штуки, как они, не знаю, бирочки, вятские, покупают вятское? Я сразу скажу, а я кировский. Ну что он должен, да, а если этот человек не вятский? А если человек не вятский, он должен выйти из магазина, наверное, и искать другой, где этого лозунга нет. Тебе не кажется не очень удачным этот лозунг? Мне сама по себе компания, и покупая вятское, оказалась крайне неудачной, и вятские покупают вятские тем более, потому что там была одна разделительная линия, сейчас еще две, то есть еще и покупатели делят, а не только товары. И чем дальше мы вот это вот все делим, да, тем меньше эффект мы получаем. Вот интересно еще, что говорит Павел Ануфриев, замминистра развития предпринимательства Кировской области. Он говорит, что для нас очень важно донести до людей, что каждый рубль, который мы расходуем на любые вятские товары, продовольственные и непродовольственные, это инвестиции в региональную экономику. Следовательно, качество жизни витчан от того, чем больше мы местных товаров покупаемых, улучшается. Поэтому будет разработана мощная рекламная компания, которая в доступной форме будет объяснять, почему выгодно покупать товары местных производителей. Что бы ты хотел увидеть в этой рекламной компании, чтобы тебя убедило, что твой рубль, вложенный в вятский продукт, это мощная инвестиция в твою же собственную жизнь? Светлана, я как человек со статистикой, так сказать, общающий, давно прекрасно знаю, как этот рубль, вложенный в вятскую экономику, расползается по бюджетам разных уровней. И от того, что я вложу этот рубль в экономику Мариэл, мы по большому счету получим ровно столько же. Потому что основная часть налога, налог на добавленную стоимость, он уходит в федеральный бюджет. Некоторых там, например, в Татарстане федеральный бюджет уходит до 75% собранных налогов. И, соответственно, потом эти деньги перераспределяются по всем остальным регионам в виде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и так далее. Поэтому, может быть, даже вложенный в татарский продукт рубль принесет в Кировской области больше, чем вложенный в Кировский, потому что мы-то всего 25% федерального бюджета числяем. Вот мне лично как-то не хватает вот этих показателей. Сколько вот этих денег, которые благодаря компании в Кирове осталось, образовалось, благодаря нашему общему порыву покупать Вятское, и на что они пошли? На самом деле, Свет, эта компания направлена не на наполнение бюджета, я так понимаю, а на какой-то вариант, там сказать, помочь предприятиям нашим. Потому что наши предприятия заведомо, я об этом много раз говорил, поставлены в неравные условия с предприятиями соседних регионов. Во-первых, из-за высокой цены на энергоресурсы. Поэтому они в честной борьбе, конкурентной, соревноваться, например, с теми же предприятиями пищевых мемориал, там, или Татарстана, или той же Умуртии, они не могут, потому что слишком большая затрата. Поэтому приходится вот как-то искусственно, да, вот людей привлекать к этим вещам. На самом деле, решение гораздо более простое, не требующее никакой рекламы. Снисти затраты предприятий, да, это можно сделать. У нас есть региональная энергетическая комиссия. У нас сюда есть вот эта вот вилочка, по которой они выбирают определенный тариф. Снисти эти затраты. И людей не надо будет уговаривать, не будут покупать то, что вкусно и дешево. Так, нормальный выбор. Следующий вопрос, который у нас сегодня на повестке дня, это дело по парку Победы. Вчера состоялось заседание в областном суде. Областной суд встал на сторону городских властей и Кировского завода охотничьего и рыболовного снаряжения. При этом прокуратура осталась на своем. Она заявляет, что эта сделка должна быть признана недействительной. Но, тем не менее, вот решение судом было принято не в пользу прокуратуры и не в пользу достаточно большого количества жителей, которые голосовали своими руками и ногами против вот этой сделки. Вот здесь буквально, наверное, неделю назад мне как раз довелось быть в клубе молодых журналистов. Там была у нас беседа по поводу эффективности работы и прессы, и общественных организаций в плане контроля над нарушением каких-то прав человека и так далее. И как один из примеров того, где пресса бессильная, общественные организации бессильные, я приводил как раз вот такие истории, которые связаны с определенными обязательствами наших властей, непубличными обязательствами, которые они обязаны исполнить во что бы то ни стало. Тогда мне вот, мы как бы, скажем так, тогда оппоненты сказали, ну вот мы же победили в парке победы. Я сказал, ребята, не говорите о ГОП, пока не перепрыгнули. Потому что в нашей стране, вот при сложившейся системе, даже имея на руках решение суда, вступившее в законную силу, нельзя говорить о том, что ты уже что-то победил. И тому примеры есть. Вот мы знаем, например, историю с Элеонорой Головиной, с профессором, которая добилась того, чтобы суд обязал муниципальные власти в натуре выполнить ремонт дома. Ну, дом как стоял, так и стоит пока. И более того, теперь вместо того, чтобы выполнять это решение суда, они норовят, как я понял, просто вот эту программу капитального ремонта, да, применить к этому дому. И как бы сказать, мы выполнили решение суда, хотя это два разных совершенно, две разных вещи. То же самое касается парка победы, то же самое касается, поверьте мне, центрального рынка. Там уже сколько-то, три инстанции прошли, да, которые... Ну, пока что там. Да, я думаю, будет и четвертая инстанция, и будет обращение там с президиумом какой-то, куда-то еще, то есть будут биться до последнего. Потому что, как и в случае с парком победы, за этими, как и со строительством там одиннадцатых этажей в исторической части города, когда вроде бы, да, есть какое-то решение, а стройка все равно продолжается. Есть некие обязательства. И получается, ну, смотри, вот, например, в случае с парком победы, да, всем понятно, что за заводом вот этим вот спортивным раснаряжением стоит вполне себе понятная фигура Ленида Эмфаркин. Ленид Эмфаркин предприниматель авторитетный и очень серьезный. И если что-то кто-то ему должен, то он должен это получить. Потому что в противном случае тех, кто ему должен, ждут, мне кажется, определенные неприятности. Я даже вот вспоминаю, да помнишь, когда была история с Сергеем Лузянимым, когда что-то случилось. Больший директор центрального рынка. Больший директор центрального рынка, к сожалению, ныне покойный, да, и говорили, что представляете, он ходил по коридорам, заходил в кабинет, угрожал чиновникам, да. То есть некто вузянин ходил по коридорам, угрожал чиновникам. И боюсь, что вот эти истории, они как раз не то, что связаны с тем, что Лев Фаркин пойдет по коридорам кому-то угрожать, но есть определенные обязательства. То же самое и в вопросе центрального рынка, который там, здесь у нас, скажем, Леник Фаркин, там у нас есть такой генерал Солодовников, его там Лалакин из Подольска, там же Подольская фирма претендует, и я думаю, что там тоже не менее серьезные обязательства, которые они обязаны выполнить, потому что в противном случае... То есть тут такой случай, когда нарушить закон, им становится как бы даже лучше для себя, нежели вот его исполнить. Потому что, видимо, в противном случае будет еще хуже, не знаю уж как. Скажи, пожалуйста, вот даже если, например, суд не признает эти земли землями общего пользования, да, и сделку недействительной, можно ли будет в дальнейшем оспорить сумму, за которую был продан этот участок? Думаю, нет, потому что по оспариванию суммы тут есть как бы определенные бумаги, которые подтверждают, что, в общем-то, за такую сумму он мог быть продан. За 350 тысяч рублей, напоминаем, 4 гектара земли. Да, ну не забывая, опять же, вот мы недавно говорили про Слободскую эту свалку, там, в Осинцах, да, или в Осинцах, мы так и не поняли, как это правильно называется. Там и тоже продали землю под коммерческое предприятие, которое было приносить прибыль, по цене дешевле, чем продают садовые участки, да. И как бы тоже есть определенные обоснования, почему такая цена. Вот эти такие хитрости маленькие-то, они есть. Здесь, мне кажется, вопрос в принципе, то есть, если признают, что это все-таки земля общего пользования, то в любом случае договор должен быть признан недействительным. А что касается цены, то ведь это же купля и продажа, тут есть покупатель, есть продавец. А в каком случае, ты думаешь, все-таки эта сделка может быть признана недействительной? В каком суде? Да, не в случае, в каком суде? Ну, во-первых, мы пока еще находимся на уровне областного суда. У нас никуда еще не делся Верховный суд. И я думаю, что если прокуратура, конечно, встанет в принципиальную позицию, что вполне возможно, кстати, что вполне возможно, тогда, вероятнее всего, по второму заходу уже Верховный суд будет возвращать это на пересмотр областного. Потому что, да, я читал материалы вот этого дела, когда я рассматривал областной суд, там вот, ну, конечно, на мой взгляд, я не судья, сама понимаешь, да, но основания для признания сделки недействительные есть. А вот эта цена, это как бы косвенное подтверждение того, что сделка очень сравнительна. Вот. Будем подождать, что еще могу еще сказать. Сейчас будет октябрьский суд, он примет какое-то решение, потом какие-то действия примет прокуратура. Будем ждать. Дело не быстрое. Так же, как вот с центральным рынком, видишь, все еще идет, 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 и будет еще и довольно-таки долго идти, наверное. А может начаться, пока идет это дело, стройка? Конечно. В том-то и дело, что на данный момент, вот в данный день, да, нет решения суда, которое бы признало эту сделку недействительным. И пока это дело будет не рассмотрено и не будет вынесено решение октябрьского суда, а если, тем более, оно будет в пользу этого, в пользу мэрии, то тогда еще дольше. А как ты думаешь, оно будет в пользу мэрии на уровне октябрьского суда? Я не могу предполагать, я, точнее, я не могу знать, я могу только предполагать, что да, скорее всего, да, потому что октябрьский суд уже принимал решение в пользу мэрии. Скорее всего, он его подтвердит. Потому что они же чем-то обосновывали то свое решение. История, я вот как раз в целом момент, пока вот это будет такой момент, как бы между одним решением и другим, за это время там можно много что нагородить. А у нас ведь, как ты знаешь, если даже дом построен незаконно и признан не самовольной постройкой, незаконной самовольной постройкой, решение о сносе уже не принимается. У нас еще ни одного дома не сносили. Не сносили, хотя решения о признании самовольной постройкой были, и по части фирмы ОСТ, помнится, на улице Казанской, да, там дома до сих пор стоят себе прекрасно. Вполне возможно, такое же решение будет и по домам, которые строят сейчас КССК, у тюрьмы, но это уже ничего не изменит. Мы сейчас прииграемся на короткую рекламу. Напоминаю, вы слушаете особое мнение Николая Голикова. Через минуту вернемся. Ну, сейчас на 16-й минуте. Нет, нет. Ну, сейчас, я не знаю, ты в курсе. Нет, приезжал мужичонка из фонда. Властные это не подтверждают, что он был. Районные власти подтверждают, что он приезжал. Он был на объектах, устроенных для переселения. В Канепе и в Ташино. Он сказал, что фонд оплачивать их не будет. Мы не оплачиваем ответственность от чужих, сказал он. Поэтому, хотите сместить их. Хотите новое строить. Да, да, да. И если там на самом деле берет дело за то, что они не оплатят этого принципа. Так, в рот, в рот, в рот. Слушайте доктора. Проходим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько и свое особое мнение Николай Голиков сегодня высказывает, главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар». Ну, идем еще по темам сегодняшнего дневного разворота. Петиция, которая была, я ее так называю, да, предложение, которое было направлено активистами на сайт в месте Киров по подведению колеса, обозрение на театральной площади, набрало более 500 подписей. И, следовательно, согласно заключенному между общественной палатой и областной администрацией соглашению, должно быть... Городской администрации. Городской, прошу прощения, администрации соглашения, должно быть рассмотрено в городе. Пока никаких сведений по этому поводу у активистов нет. Андрей Мажевитинов, который, собственно, его инициировал, был сегодня у нас в эфире, сказал, что ни общественная палата, ни город пока не дали ответ. Правда, общественники просили подождать две недели. И 10-14 дней. 10-14 дней, да-да-да. Вот как тебе, во-первых, нравится то, что... Это практически первая инициатива, которая на месте Киров набрала 500 голосов. Неудивительно. Второе. Имеет ли она хоть какой-то смысл, эта инициатива? Вот. И третье. Как ты думаешь, теперь должны отреагировать власти городские? Вот насчет того, имеет ли она смысл, будет как раз зависеть этот вот момент, будет зависеть как раз от того, как к этой инициативе отнесется городская администрация. Потому что, с одной стороны, договор подписан, они взяли обязательство эти вопросы рассматривать, и если они проигнорируют первый же вот такой случай, то это будет очень серьезный удар, нанесенный при репутации в том числе общественной палаты. И вообще по репутации вот этого сайта обратной связи, потому что это рассчитано не только на городские области, но и на областные тоже. Тем более, что, вот, насколько я помню, когда было совещание в общественной палате, там было сказано так, что если мы увидим, что инициатива набирает, даже, может быть, не набрав нужное число голосов, но быстро набирает голоса, то мы будем вмешиваться и активировать как бы вот ее реализацию. Вот сейчас мы как раз и увидим, насколько были весомые обещания общественников и насколько городская администрация готова выполнять свои обязательства по этому договору. Ситуация сложная, согласитесь. То есть, с одной стороны, мы уже проведем на аукцион, там уже, по-моему, кучка стройматериалов завезена, то есть люди уже готовятся в строй, там прямо за сценой везут кучу. Я не знаю, к чему она привезена, с какой целью, но она везут на месте предполагаемой стройки. То есть движение идет. И вот, опять же, мы говорили уже о строительстве домов, да? Там ведь тоже очень часто бывает, что пока суд доделал, там, пока бумажки ходят из одного суда в другое, в это время стройка-то поднимается, поднимается, поднимается и поднимается. Вероятнее всего, я полагаю, что это будет выглядеть так. Стройка пойдет, начнется, начнется. В это время городская администрация, да, проведет публичное слушание по проекту строительства, соберет мнение горожан, а это мнение, оно же не обязательно к исполнению, он носит такой консультационный характер, да, рекомендательный. Почему же они сразу-то не идут на такие шарики? И, скорее всего, скажут, да, мы услышали ваше мнение. Понимаешь ли, там будет много мнений, да? Одно из мнений мне скажут, что, может быть, не стоит там сцену перемещать вперед, а может быть, сделать как-то так вот. Мы учли, сцена будет расположена так, как попросили горожане. Скажем, общественный туалет будет стоять не там, а где мы их нарисовали в другом месте. То есть мы учли пожелания горожан, да? А часть не учли их. Вероятнее всего, будет так, потому что, насколько я понимаю... Будет ли встреча? Встреча. Встреча, ну вот это, примерно, та самая ситуация, которая сейчас происходит в Осинцах. То есть, с одной стороны, идет общение власти и общественности, да? Проходят собрания бурные, выступают люди, дают свое мнение. С другой стороны, тихонечко продолжается строительство. Тихонечко. И в какой-то момент уже наступит, так называемая, точка невозврата, когда уже остановить строительство будет просто невыгодно и невозможно. Вероятнее всего, сюжет будет такой. То есть формально город соблюдет свое обязательство, оно проведет какое-то собрание. И дело в том, что, на самом деле, они правы. Для строительства подобного рода объектов, временных, общественное слушание проводить не обязательно. С формальной точки зрения это правильно. Так же, как в Слободском. Формально они, как бы, провели общественное слушание. Просто никто о них не знал. Как обычно, да? У нас так часто бывает. Недавно даже удивился, на сайте городской администрации появляется объявление о проведении публичных слушаний. Да, оно появляется, условно говоря, в один часов дня, а слушание назначено на это же время четыре. Ну, вот сегодня, например, в городской администрации идут публичные слушания на предмет строительства гоночной трассы на территории аэродрома Порошина, да, сам, да, у Талица. Не знаю, кто туда придет. Я знаю, что жители собирают подписи, но вот, например, оно будет. Заинтересованные могут туда прийти. Правда, никто его, естественно, так громко не пиарит. Хотя явно за этим последуют какие-то недовольства и выступления. Как обычно. Так сейчас уже, насколько я знаю, довольно-таки много поступает жалоб на уже существующие объекты. А город устраивает такая вот ситуация? Ведь почему бы им тогда, если в любом случае пойдет так, как они рассчитывают, почему бы им сразу не сказать, ну, давайте соберемся и просто быстрее решить этот вопрос? Нет, дело в том, что они действуют по схеме, когда вопрос решается максимально быстро. Я же говорю, стройматериалы уже заведены и, скорее всего, как и обещали, к 12 июня, невзирая, там хоть 100 тысяч подписей будет все будет построено. А скажи, пожалуйста, я такой вопрос сегодня нашей слушательнице задавала, Марье Ивановне, которая звонила. Вот есть ли бы этот проект «Вятский променад», о котором так много говорят, но кроме колеса никто ничего не знает, что там будет? А то, что знает, выглядит очень сомнительно. Ну, по крайней мере, он не был никому публично презентован, не разжеван, не показан и так далее. Вот если бы этот проект был представлен на суд общественности, во всех СМИ он был растиражирован, были бы и общественные слушания, и в общественной палате, где угодно в доступе, пожалуйста, это могло бы быть. И длилось бы все это, там, например, несколько месяцев, 3-6, может быть, как это вот бывает, когда обсуждаются городские проекты. Люди бы стали так концентрироваться на этом пресловутом колесе, или по-другому бы складывалось общественное мнение? Да, в чем проблема? Я, конечно, не знаком со всеми кировскими архитекторами. Тех, кого я знаю, да, они, во-первых, уступают против такого строительства. Я знаю только одну фамилию архитектора, который уступает за это, как раз автор проекта «Вятский променад», но он по-моему, по-моему, фамилию. Все остальные говорят, что это совершенно не вписано в городскую среду проекта. То есть он ее не украшает, а портит. Все остальные из тех, кого ты знаешь? Кого я знаю? Ну, я, знаешь, как-то пометую о том, что довольно-таки долго живу и работал, в том числе, в художественной галерее много лет и общался как раз с миром архитектором. А вот министр культуры нашей не видит здесь никакого абсолютно криминала? Понимаешь? Тут опять возникает такой вопрос. И Валентин Николаевич Пугач, исполняющий обязанности ректора. Да, да. Вот есть люди, которые в этом не видят. Есть люди, которые в этом видят криминал. Так вот почему речь-то идет? Потому что если бы эти слушания проводились, то прозвучали бы голоса не только тех, кто не видит этого криминала, а сейчас звучат они. То есть голоса людей, которые имеют доступ. То есть министр, ректор. Ну правда. Случат все голоса. Вот. И учитывать, что как бы они, потому что они имеют определенный там какой-то статус, что-то еще. Они имеют уважение. И их мнение для инициатора вот этой затеи, оно важно. А мнение мое, а ему неинтересно, понимаешь? Потому что оно уже ничего не может изменить в отношении людей к нему. Вот. Поэтому я еще раз говорю, что, конечно, если бы вот такие слушания, как ты говоришь, проводились. Ну это целый эксперимент такой, знаешь, длительный. Если бы всерьез, то я думаю, это бы пошло только вот на пользу этому проекту. Потому что в каких-то спорных моментах. Которые спорные моменты, да. Которые можно сделать так, чтобы не вызывать раздражение у людей. Его можно было бы улучшить. Понимаешь? Не отменить там, не уходить. Именно улучшить. Послушать своих коллег. Послушать людей. Найти какое-то... Люди бы пришли со своими предложениями. Потому что это вполне разумное предложение о том, что никто же не выступает против колеса. А почему так? Да, вот. Да, никто же не выступает против колеса. Но все выступают против места, где оно ставится. Почему бы к этому не прислушаться? Почему так не делают? Почему в этот же проект нельзя немножко переработать, сменить немножко пару стрелочек, поставить вот там где все? Ведь уже не первый раз наталкиваются и администрация, и вот те бизнесмены, которые строят и делают такие проекты на вот такую реакцию. В последние годы она все более острая и более массовая. Почему так не делают? Понимаешь, это уже касается личных качеств людей, которые инфицируют. Потому что они считают, что они вправе. Вот я сказал, и так будет. Я сказал, я плачу деньги, и так будет. Я вот хочу, чтобы это здесь торчало, но здесь будет торчать. И, наверное, именно это вызывает у людей наибольшее отторжение? Это вызывает отторжение, да. Потому что город не является чьей-либо собственностью, да. Мы все являемся, так сказать, это наш город, как говорят, да, тоже в одном из лозунгов. И поэтому слушать надо людей. Я в этой истории вижу только один минус. Я о нем уже как бы и писал. Потому что в сентябре все-таки будут выборы. Инициатор этого проекта Валерий Васильевич Кайпаснов, он избирается, насколько я понял, по праймерис, по Арбашскому, Верхошиженскому и Оречевскому районам. И вот эта история, она им никак не отразится, потому что жителям Оречи и наша площадь глубоко по барабану, да. А вот Владимир Васильевич Быков, который дал разрешение на это строительство, ему предстоит, чтобы бороться уже на городской территории по-любому. Потому что он как бы включен в список региональный. И город дает очень много голосов. Либо не дает. Боюсь, что вот эта вот ситуация, когда уже сейчас, обрати внимание, как быстро суть времени собрала эти подписи. Ни одна инициатива так быстро не собирала. Сколько они проводили, и не только они опросов. Еще и тот же Махнев Дмитрий проводит там сбор подписей просто за запрет этого колеса. Сколько проводили опросов, где большинство жителей рассказывают против размещения тиранов и прочих. Это все люди, которые могут оказаться потерянными для Единой России и для Владимира Васильевича Быкова. И вот это вот как раз мне кажется очень странным, потому что вроде бы они состоят в одной партии. – Вот так вот мы плавно переходим к твоей публикации 19 апреля. – Которую я практически сейчас зачитал, да. – Товар, деньги, товар. Называется она «Толкание ядра». – Ядра, такое «Е», да. – Как всегда, ядра, да. Тут, как всегда, ты отличился коллажем, креативным. – Это сцена излишнего сада, кстати. – Здесь, да, кстати, классика, да. Там Владимир Васильевич Быков и господин Крепостнов. Ну, ладно. И там ты как раз пишешь, что ты не понимаешь, почему соратник, в общем-то, вроде бы как соратник Владимира Васильевича Быкова, господин Крепостнов, подкладывает ему такую свинью, как, например, колесо в выборной кампании. – Ну, я пишу подножку, ставят они. Насчет свиньи не говорю, потому что как бы применительная к Валере Васильевичу свинья бы звучала уже слишком. Он все-таки у нас в свое время занимался как раз свиноводством, да. Я говорю то, что он ставит подножку. И как раз я ставлю знаки вопроса, почему это происходит, я не могу понять. Есть ведь такая расхожая мысль, что для Валерия Васильевича, Владимир Васильевич, да, он как бы выгоднее на месте городского главы, потому что здесь можно что-то конкретное решать, в конце концов дать разрешение на строительство вот такого же вот объекта. – Чем в Госдуме, да? – Чем в Госдуме, где, понимаешь, как бы… Вот опять же взять Госдуму, да, вот посмотреть, что наши депутаты реально на каком уровне могут там решать. Я недавно, не я, мы как-то обсуждали этот вопрос с друзьями сидели и вспомнили, что, пожалуй, вот после Николаевна Шеклеина, который, будучи фигурой на самом деле федеральной, мог в Госдуме решать очень серьезные вопросы. Ну и, пожалуй, вот еще господин Тимченко, да, который, вот Вячеслав я имею в виду, да, вот, который тоже, будучи вот статусной фигурой, может решать в Думе, доводить, проводить через Думу какие-то серьезные вещи. Все остальные депутаты наши, вот, без всякой обиды для них, они, в общем-то, интересны только тем, что нажимают на кнопки в составе своих фракций и вот чего-то вот такого реального и глобального сделать не могут. Поэтому, как бы, пользы для крепостного от того, что быков будет в Думе, я просто не вижу. Я думаю, у Валерия Васильевича есть гораздо более сильные выходы на Москву, более, такие, как бы, такие, более эффективные варианты влияния на принятие каких-то решений, нежели свой человек в Госдуме. А вот в мэрии, да, в мэрии, вот он нас вызывает вместе. То есть он такими своими действиями хочет поканать Владимиру Васильевичу? Не ходи-ка ты дружок в Думу, оставайся в Думе. Не ходи дружок, да, оставайся здесь, ты будешь снова главой города. Я думаю, что это вполне реально. Опыт у него уже есть. И выборов всеобщих у нас нет. То есть как бы… А что, у нас может глава города на третий срок пойти? А нет, по-моему, никаких ограничений на муниципалитетах. Это ведь для губернаторов низший уровень-то, который ограничен. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу. Через две минуты вернемся. Напоминаю, это особое мнение Николая Голикова. Не переключайтесь. Продолжается программа «Особое мнение». Напоминаю, что сегодня вы слушаете особое мнение главного редактора журнала «Товар. Деньги. Товар» Николая Голикова. Задавайте еще раз. Про выборы можно бесконечно говорить. Вот и Михаил Курашин, вице-спикер Кировского областного законодательного собрания, тоже выдал в блогах свое мнение по поводу того, почему лидер Кировского отделения общероссийского народного фронта Роман Титов идет тоже на выборы и как его действия теперь с выборами коррелируются. Ну теперь просто любые действия Романа будут коррелироваться с выборами. Вот что изменилось. Там ведь в этом списке, который уже постепенно публикуется, «Праймерис Единой России», да, и вообще «Праймерис», там появляется много знакомых и нашим слушателям в том числе имен и таких вполне себе дружественных, можно сказать, нам даже, да. Роман Титов и Андрей Ивсенко, наш коллега, Алексей Алексеевич Котличков появился. Ну, к Владимиру Васильевичу Быкову мы уже говорили, он тоже там был. Друзственный нам, да, человек. Вот, почему вот такой цвет прямо вот сейчас, такой вот набор в этих правилах? Понятно же, что Роман Титову в Госдуму не пойдет? Почему понятно? А почему нет? Мы вообще не знаем еще, какое решение будет принято там, в Москве, по поводу представителей общероссийского народного фронта. То есть, может быть, будет дано указание как раз ставить их на первые позиции, не забывая, что фронт этот путинский, он у них лидер, а у нас как бы в стране пока он главный. Вот. А в «Единой России» главный премьер-министр, который у нас в стране пока не главный, а второй. И к тому же находится под одним критикой. Поэтому мы пока этого не знаем. Так же, как и в «Единой России» пока еще не верилось, что были опубликованы федеральные списки. То есть мы еще можем узнать, что помимо того, что мы видели здесь, а эти федеральные списки будут составляться независимо от результатов праймерис. Это уже было объявлено. Также еще было объявлено, что, возможно, в списке России будут включаться губернаторы, тоже независимо от результатов праймерис. То есть это то, что мы видели, уже очень плотный список, скажем так, да, уже очень серьезные люди, за каждым из которых есть определенный тоже такой бэкграунд серьезный. Не просто так с улицы пришли, и если еще федералы добавят, да если еще Владимир Владимирович сейчас приедется на счет ОНФ, то я думаю на вот этом политическом как бы вот таком пятачочке, где вот будут избирать депутатов Госдумы от «Единой России» будет очень тесно. Вот почему я еще и говорю, что вполне возможно, кто-то из них уже сейчас считается лишним и его тихонечко отодвигают. Возможно, это как раз Владимир Васильевич Бык. Ну вот еще, что касается выборов. Вчера буквально у нас тут в эфире был Максим Сурайкин, лидер партии «Коммунисты России». Он товарищ Максим, это его партийная течка, он сказал, что любит очень наш город. В 98-м году он здесь был, в 98-м, заметь. И вот сейчас он приехал в Киров. Естественно, я его спрашивала по поводу того, что их считают партией спойлером, что они оттягивают голоса от КПРФ, он про это все вот тут вот рассказывал. Но он не был здесь с 98-го года и тут приехал. Почему это такое приз? Он сам приехал или его пригласили, как ты думаешь? Нет, я думаю, что он... Он мне, конечно, сказал, что сам. Я думаю, что он приехал сам. Я думаю, что он приехал сам и не только он сейчас здесь. У нас ведь сейчас реально стало много малых партий, и многие из них имеют шанс поучаствовать в этих выборах. И тут даже дело не в том, что это спойлер. Я не думаю, что партия, как Коммунист России, съедят много голосов у КПРФ. И как бы сравнивать их пока еще не приходится. Это же не единственная компартия, которая есть помимо КПРФ. Есть у нас Ротфронт, есть у нас там те же Патриоты России, тоже довольно-таки левая партия. Есть еще несколько таких организаций. Они все обычно, судя по тем выборам, которые проходили до ГЛДА, в том году проходили, они где-то в пределах 1% кого-то набирают, но большого урона большим партиям не приносят. Ну, а эти-то заявляют, что они треть голосов уже у КПРФ оттянули. Ну, говорить-то ведь мы можем все что угодно. Дело в том, что будет когда 18 сентября, мы тогда это увидим. Я думаю, он приехал сам, потому что дело в том, что сейчас у нас будут в этих выборах участвовать. И зеленые будут участвовать. И яблоко будет участвовать. И никто же из них, находясь в драуме, скажет, мы партия спойлер, мы здесь только для того, чтобы у кого-то что-то отъесть. Они должны, безусловно, говорить так, как говорят, что мы всерьез боремся, мы надеемся получить столько-то голосов, мы надеемся, что у нас человек пройдет в ЗАГС собрание или даже в Госдуму. Насколько я знаю, некоторые из наших малых партий в Госдуму кандидатов оставлять будут. У них свои цели, свои задачи. Одна из них, да, вероятно, что-то отъесть, но они отъедать будут не только у КПРФ. Они отъедать будут у справоросов. Они кого-то откусят и у единоросов, потому что сейчас там развод, шатание определенное наблюдалось. То есть эти партии спойлеры, это такая игрушка о двух концах, то есть неизвестно, кому она больше вреда принесет. Но считать их конкурентами КПРФ я бы не стал. Было бы легкомысленное заявление. Как ты думаешь, позиции КПРФ и лично Сергея Павленовича Мамаева в Кировской области сильны? Да, они сильны. Я не скажу, что они могут стать у нас первыми. Тут есть ряд причин, по которым им наверняка не стать первыми, то есть не получить большинство, наверное, в парламенте или что-то еще. В том числе и административного рода причины. Но они реально сильны, и они, я думаю, как обычно получат своего депутата в Госдуме, и как обычно получат... От Кировской области. Да, 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 именно от Кировской области. И я думаю, что они точно так же получат достаточно хорошее предпринимательство. Еще один вопрос, который нельзя с тобой не обсудить. Алексей Вершинин, заместитель предсадия правительства, рассказал здесь на пресс-конференции, что господин Медведев очень заинтересовался предложением... Это, например, премьер-министр, я этого имею в виду, Дмитрия Медведева. Очень заинтересовался предложением нашего губернатора Никиты Белых по поводу Шкаликов. Никита Белых предложил Дмитрию... Фуфыликов, Шкаликов, Лосьонов, Химии. Нет, он предложил передать полномочия по определению того, можно именно торговать или нет, и где на уровне регионов, чтобы можно было регулировать этот вопрос. Ну, борьба с фуфыриками. Ну, как ты относишься к этому предложению? Да никак, это пустое предложение. Почему? Ну, слушай, Свет, я иногда хожу по ночам по городу, да? Так жизнь устроена. Я прекрасно вижу, как ночью, совершенно легально продают водку в 2-3 часа ночи в реальных торговых точках. Заходят люди, выходят, покупают, выходят у нас. Это запрещено, это нельзя, но они это делают. Эти же самые фуфырики, сколько с ними уж борются. Там принимают решения, согласовывают, все прочее, прочее. Ну, вот два человека договорились, что мы не будем здесь продавать. Приезжают, третий продает, и все счастливы. То есть, я скажу, единственный способ, который поможет, если Никита Юрьевич действительно хочет, чтобы в нашей области людей не травили этими фуфыриками, это отыграть назад все свои антиалкогольные инициативы, пообщаться с федеральным центром о том, чтобы водка стала действительно доступна, и усилить контроль на производстве водки и продажу ее. Если легальные алкогольные напитки будут доступны, никто в фуфыриками травиться по своей воле не будет. Никто в два часа ночи не будет покупать паленую водку, если сможет купить хорошую и качественную, если она будет доступна по цене. Других вариантов, и свет, это не я придумал, это надо посмотреть на все страны, которые проходили через сухие законы. Любой сухой закон порождает вот этот рынок. И он дальше уже остается очень долгое время неискоренимым. По-моему, в Америке до сих пор еще бутлиги расстались, хотя у них история уже почти столетняя. Мы сейчас, чем дольше мы упорствуем в этих запретах, мы тем больше даем шансов на развитие и укрепление этого черного рынка. Поэтому здесь вот это все, это детская игра, это детский сад. А давайте мы сами будем определять где и как эти фуфырики продавать. Так кто нас будет слушать? Нас сейчас сводка-то никто не слушает. Ее продают. Все, кому не лень. То есть нет проблем ночи купить ничто. Рецепт понятен. Николай Голиков, это его особое мнение. У нас остается буквально три минуты, но мне очень хочется у тебя спросить. Во-первых, считаешь ли ты, что город наш такой чистый, каким хотелось бы его видеть весной? Нет. Считаешь ли ты? Кто-то считает? Я даже как-то удивился вопросом. Да, я просто хотела сразу спросить, потому что у нас тут все в палку говорят, что такого грязного города давно не припомнят весной. А у нас ведь с каждым годом лучше-то не становится. Вот это странно, знаешь, я хотела тебя спросить, потому что с приходом Александра Викторовича Перескокова на должность главы администрации Кирова все очень надеялись, что именно вот, учитывая его любовь к лумбовым цветам, что вот, по крайней мере, с чистотой у нас в городе будет все хорошо. Что случилось? Для того, чтобы в городе стало чисто, нужен не приход главы администрации, а приход дворников на улицу. Потому что Перескоков метлу не возьмет, даже если возьмет, он весь город не выметит. Нужны дворники, нужны там сотни дворников. Понимаешь, а у нас ведь как происходит? У нас привыкли, сейчас вот, да, будут майские праздники, мы всех выгоним на субботники. Да? И на халяву, не затратив никаких средств, попробуем привести этот город в порядок. Но, во-первых, с каждым годом, насколько я замечаю, интерес людей к субботникам как-то становится все меньше и меньше, потому что люди выходят в субботники, они работают. Бесплатно, что запрещено, в нашей конституции работают. То есть никакого учета трудового времени не идет, и никакой компенсации не возникает. Это антикомиссионная вещь. Но они видят отношения администрации города, которые, вот, мы-то вышли, мы-то им помогли, да? Это же добровольная помощь. Мы как бы благотворительную помощь оказываем администрации города. А они-то что в ответ? Они же нас не слышат. Они же ставят колесо, они же строят там одиннадцаташки, они там отдают участки Парка Победы коммерческим структурам. Ведь это все откладывается. Почему я должен идти навстречу администрации города, если она не идет мне навстречу? Поэтому качество будет каждым годом все ниже и ниже. А выход один. Не нужен нам новый Перескоков, нам нужны просто дворники. Обыкновенных надо нанять, и пусть они метут их в городок. Кто должен их нанять? Администрация города, это ее функция. Обеспечить чистоту и порядок города. И я боюсь, что, не боюсь, а уверен, что средства на это в бюджете города закладываются. Когда надевается, другой вопрос. Это Николай Голиков и его особое мнение. Мы прощаемся с вами. До свидания. До свидания. До свидания.